Духовная брань. Три условия для успеха. Молитва против духовных правителей. Сила верующих. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Друзья, мы все в жизни путешествовали или ездили к кому-либо в гости. Помните, ехали в отпуск? Какие чувства, переживания, ожидания хорошего отдыха? А вспомним наши переживания, когда ехали на плохие события, чья-то операция, похороны и думали, что нас ожидает. В молитве мы тоже можем перемещаться вне расстояния. Но куда мы идем в молитве? К Богу Отцу, в Его присутствии. Или в молитве стоим и идем на территорию врага, который пытается нанести вред для нас или наших близких. Иногда мы идем на территорию врага, в духовный мир, и стоим в молитве за наших близких. Это духовная брань. Чтобы эта молитва имела успех, есть три условия. Соблюдая или не соблюдая их, мы имеем успех или нет. Это, во-первых, власть верующего. Во-вторых, границы молитвы. В-третьих, молитва от имени Тела Христова. В этом видео мы начнем говорить о власти верующего и остальных составляющих, а продолжим в следующем видео в этом плейлисте. В этом видео представлена мощная молитва против духовных правителей. Три условия для успешной молитвы. Чтобы молиться этой молитвой, нужно иметь власть верующего. Как каждый может молиться, но результата может не быть. Чтобы войти на территорию сатаны и молиться, нужно иметь власть в молитве. Присоединяйтесь к нам в этой духовной битве и испытывайте силу успешной молитвы. Не забудьте подписаться на более вдохновляющий контент. Молитва на территории врага. С этой молитвой вы знакомы, друзья. Это когда связывают, изгоняют нечистых духов, молятся и разрывают греховные связи и тому подобное. Это молитва на территории врага, на территории сатаны. Описанные в послании к Ефесянам, 6 главе, стихи 12-13. Эта молитва не против людей, а против духовных правителей и властей, против владык этого мрачного мира, против духов зла на небесах. Мы немного затронем эту молитву, так как не все могут молиться ею. Нет, молиться могут все, но нужна подготовка. А более детально молитву ходатайственную – к Богу Отцу, Духу Святому, Иисусу Христу. Но затронем и эту молитву. Духовная брань – получение полномочий для молитвы против духовных властей. Молитва против духовных правителей. Чтобы молиться этой молитвой, нужна власть верующего. Нет, молиться может каждый, но результата не будет. Чтобы зайти на территорию сатаны и молиться, нужна власть, власть верующего. Хочу сказать, в практике, очень много людей останавливаются в молитве из-за того, что не видят результат. Просто молятся не со властью. Нужно просто упорядочить свою жизнь и продолжать молиться. Для этого я и пишу все про этот вид молитвы в подробностях, но чуть далее, позже, разберем более детально. Чтобы духовная брань была успешная, молитвенник должен соблюдать три условия. Во-первых, власть верующего. Во-вторых, знать границы молитвы. В-третьих, от имени тела Христового. Эти три фактора нужно знать и пребывать в них из-за того, что мы в молитве заходим в брани на территорию врага. Быть под властью Бога. Чтобы иметь власть верующему, власть верующего, в жизни и в молитве, нужно самому быть под властью. Например, как участковый полицейский. Не каждый, кто к нам приходит домой в полицейской форме, имеет власть. Так ведь? Только официально приняты на работу имеют власть. Так ведь? А мы знаем, что за этим человеком стоит огромная власть и множество людей. Мы к нему относимся бережно. Так и с властью верующего. Чтобы иметь власть в жизни и в молитве, в какой структуре нужно быть официально принятым? Друзья, ни один малейший бес не будет слушаться, если мы нарушаем Божью власть на земле. А она существует. В духовном мире мы знаем, что все повинуются имени Иисуса Христа. Духи все повинуются и сразу власти и имени Господа. Так и на земле есть власть от Бога. Что нужно, чтобы получить такую власть? Нужно три составляющие. Во-первых, прийти к Богу с верой в Иисуса Христа, быть детем Божьим. Во-вторых, быть подвластным Божьей власти на земле среди людей. В-третьих, знать границы духовной брани. И в-четвертых, нужно молиться от имени тела Христового. То есть быть в церкви. Я не буду говорить много, что нужно быть верующим. То есть прийти к Богу с верой в Иисуса Христа и стать детем Божьим. После Дня Пятидесятницы, все, кто приходит к Богу с верой в Господа Иисуса Христа, становятся детем Божьим. Государственная власть. Подвластным Божьей власти на земле среди людей. Как в духовном мире есть свои законы, Божья власть, так и на земле Бог поставил свою власть, чтобы среди людей был порядок. Откроем послание к римлянам, 13 главу, стихи 3 и 4. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злою. Римлянам, 13 глава, 34 стих. Спорить не будем. Божья власть на земле, чтобы был порядок среди людей, одна. И действует в трех направлениях. Во-первых, родительская. Во-вторых, государственная. В-третьих, духовная. Родительское направление Божьей власти. Божья власть родительская. Даже в десяти заповедях написано. Откроем книгу Второзакония, 5 глава, стих 16. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на земле той, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Это книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. Нужно научиться почитать, уважать, повиноваться своим родителям. И этого требует Бог. Кто не умеет, нужно научиться. Кто не может, попросите у Духа Святого силы. Он поможет. Если мы нарушаем эту заповедь, мы нарушаем заповедь Божью. А значит кто? Беззаконники. А беззаконники могут успешно ввести духовную брань на территории врага, на территории сатаны? Конечно нет. Сатана им и миллиметра своей власти не отдаст. Да, он не будет так сильно нападать на такого человека. Все-таки он дитё Божье. Но и успеха в молитве иметь не будет. Как жить? Почитать и уважать своих родителей. Можно посмотреть на государственную власть, поставленную Богом для порядка. Власть одна, только сферы и действия разные. Там родители, а там государство. Сегодня мы немного затронули тему духовной брани. А в следующем видео подробно рассмотрим тему духовной власти. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит апостол Павел о наших начальниках и почему они носят оружие. Что Слово Божье говорит о родителях. Более того, мы ещё много будем говорить на темы молитвы. Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровение от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передобавьте привет братьям и сёстрам. Аминь.